Очистные сооружения в посёлке Пироговский до начала масштабной реконструкции прослужили почти полвека. Обновление оборудования и увеличение мощности было обусловлено временем и запросом жителей. Мы просили об этом давно. Очень рады, благодарны, что нас услышали. Спасибо большое отец и всех жителей. Прирост численности населения и развитие территории требовало современных подходов и автоматизации системы очистки КНС. Очистные сооружения принимают сточные воды от многоквартирных и частных домов, промышленных объектов, трёх детских садов, школы, больницы и других соцучреждений. Очистные сооружения – это была больная точка для жителей посёлка Пироговский. Спасибо вам большое, что вы приняли решение, реализовали эту программу, так как это реально ощутимые перемены, действительно ощутимые перемены. Жители беспокоили запахи. Реализация этого проекта позволила уйти от этих запахов. Минимизировать запахи удалось благодаря тому, что новые блоки очистки спрятаны под землёй и полностью закрытого типа. Чтобы модернизировать КНС понадобился почти год. Огромная работа ведётся в Московской области благодаря федеральной поддержке. Благодаря вашему вниманию, Андрей Юрьевич, мы реализуем масштабнейший проект по реконструкции и строительству очистных сооружений в целом в Московской области. И мы, когда начинали этот проект в 2019 году масштабнейший, мы обратились в архивы, посмотрели. Более 40 лет такая работа не проводилась в Московской области. Начиная с советских времён не было таких масштабных инвестиций в отрасль очистных сооружений. Реконструкция осуществлялась в рамках федерального проекта «Жильё», национального проекта «Жильё и городская среда». И перемены, которые почувствовали пироговцы, на самом деле касаются гораздо большего числа жителей Подмосковья. Мы все заинтересованы, чтобы те посёлки, города, населённые пункты, в которых мы живём, соответствовали современным экологическим стандартам. И какая же беда и недоразумение, когда очистные то они, соответственно, пахнут, то не выполняют своих функций. О каких-то вещах в жизни не принято говорить. Они такие деликатные, скажем так. Но, учитывая наш уровень работы, нашу зону ответственности, мы отвечаем за канализацию пар и очистные, как никто. Сейчас в Подмосковье подобные работы ведутся в Щёлково, Подольске, Шатурии. Основная задача федерального проекта – снизить долю грязных сточных вод, поступающих в Волгу, от очистных сооружений в три раза. Всё это будет способствовать улучшению экологической обстановки бассейна реки Волга.